Здравствуйте! Тема нашего урока – хромосомные болезни. Наследственные болезни вызываются мутациями, изменениями генетического материала. Заболевания, которые вызываются мутациями геномными и хромосомными, называются хромосомными болезнями. Патологические изменения могут возникать как при потере генетического материала, например, при выпадении целой хромосомы или ее части, так и при добавлении новых хромосом. Давайте рассмотрим заболевания, которые возникают при мутациях аутосом. Первый пример – характерная делеция в пятой аутосоме. Вызывает синдром кошачьего крика. У новорожденных больных отмечается нарушение строения гортани, мяукающий тембр голоса, слабоумие, отсталость психомоторики. Они редко доживают до зрелого возраста. Второй пример – делеция дупликация третьей аутосомы. Обычно она приводит к прерыванию беременности. В случае же рождения дети не способны даже сидеть, есть твердую пищу. Делеция хромосомы 21. Больные страдают от хронического белокровия, нехватки красных кровяных телец. Трисомия 21 или болезнь Дауна. В кариотипе таких больных не две, а три 21-х хромосомы. Это самая распространенная из всех аномалий. Частота рождения составляет 1 к 500. Особо велика вероятность рождения таких детей у матерей старше 40 лет. До 40% детей с этой болезнью рождаются у возрастных матерей. У больных наблюдается монголоидный тип лица, укороченные конечности, психическая отсталость. Синдром Паттау. Это довольно редкий синдром. Частота возникновения 1 к 14 с половиной тысячам. У таких больных существуют аномалии сердца и почек, серьезные нарушения внешности. Продолжительной жизни таких детей не более года. И последний пример – это трисомия 18 или синдром Эдвардса. Возникает при трисомии по 18-й хромосоме. У таких больных проявляются множественные пороки органов, умственная отсталость. Смерть наступает в раннем возрасте. Трисомии еще описаны для 8-й, 9-й, 14-й и 22-й хромосом. Но все они обычно летальны на очень раннем этапе. Существует единичное описание даже тетра и пентасомий аутосом. Теперь давайте перейдем к болезням, вызываемых мутациями половых хромосом у женщин. Первый пример – трисомия Х или синдром Трипло. Частота возникновения 1 к 700. Больные имеют нерезкие отклонения в физическом развитии, нарушение функции яичников, преждевременный климакс. Люди с такой мутацией часто даже не догадываются о своем кариотипе. Тетрасомия Х приводит к умственной недостаточности в разной степени. Пентасомия Х всегда сопровождается тяжелыми поражениями органов и сознания. Моносомия Х или синдром Термера – единственная моносомия, совместимая с жизнью. Частота – около единицы к четырем тысячам. У больных, недоразвитые яичники и матка, страдает физическое и умственное развитие. Теперь перейдем к рассмотрению болезней, вызванных нарушениями половых хромосом у мужчин. Синдром Клайнфильтера встречается в двух формах – полисомия по Х-хромосоме и полисомия по У-хромосоме. Больные с кариотипом XXY – это мужчины женоподобного сложения. У них развита грудь, женский голос, длинные ноги. Также недоразвитые семенники. Они бесплодны, но психически совершенно нормальны. Больные с кариотипом XY – нормальные мужчины, высокие, умственно и психически здоровы. Однако часто асоциальны, склонны к агрессии. После перечисления этих болезней может вложиться впечатление, что эти мутации по какой-то причине обладают более высокой частотой, чем все остальные. Это не совсем так. Просто приведенные мутации не вызывают гибель организма. Прочие же мутации, как правило, приводят к гибели еще на этапе внутриутробного развития. Нарушения, вызванные этими патологиями, обычно несовместимы с половым процессом. Такие больные или просто не доживают до репродуктивного возраста, или являются стерильными. Поэтому хромосомные болезни, в отличие от генов, гораздо хуже передаются по наследству. Хотя есть и исключения. Например, больные с синдромом Дауна способны к размножению. На этом наш урок закончен. Продолжение следует...